Куклина не было, но это мое мнение. Она может быть чисто субъективной, я считаю, что все было достойно. И это не только мое мнение, например, Санкт-Петербургский театр «Кукольный формат» это участник многих международных фестивалей. Вы знаете, куклы, они очень такие, легко мобильные. В Европе их, например, спектакль «Садник купров» мы очень востребовываем в фестивалях. Они оценили уровень организации, художественной афиши, научного спектакля на очень высоком уровне. И не только они. Потому что у нас была задача, когда мы уже сформировали афишу, приехали коллективы, встретили их в аэропорту. Дальше ставила задача достойно встретить, чтобы в организационном плане работники транспортной компании, ночные монтировки, звук, свет. Когда наш коллектив, вы знаете, он не так многочислен, переезжал с одной площадки на другую, и каждый день мы работали в режиме ночных монтировок. «Райдер» — это бумажка, а здесь нужно было ночью смонтировать это все. И наши специалисты показали очень высокий уровень, несмотря на то, что не все технические площадки 100% совпадали, ни у одного спектакля не было технических накладок. Все другое — это уже их проблемы. Может быть, не очень сильно режиссура или актерское мастерство несут, но они все работали честно. А мы выполняли техническую часть, благодаря сотрудничеству с КПЦ «Дубраво» и профессионализму моих коллег, все было достойно. А самое главное, мы задачу ставили на всех оргпланерках, мы должны быть гостеприимны, и чтобы от посещения нашего города, любого коллектива российского, международного, остались только самые теплые, светлые впечатления. Какие бы ни были коллективы или люди, мы живем в таком прекрасном городе, и мы должны показать пример поведения, приема делегаций. И это, мне кажется, получилось. Показали. С точки зрения проживания в гостинице, питания и прочего-прочего, все было хорошо, все были довольны? Хотя, конечно, не ради питания и проживания приезжают сюда, это понятно? Были удивлены даже, в хорошем смысле этого слова. Были удивлены нашей заботой. У нас у каждого коллектива был свой куратор, который вел их от аэропорта, от фуры. Если доставлялись, то везде было согласовано время приезда, автобусов, крупных делегаций. И у каждого был куратор, у него были помощники, плюс транспортная компания, это ежедневное согласование планов, заездов, переездов, встреч. Это был огромный труд. Я надеюсь, мы достойно его провели. Я понимаю, что не было бы вас, не было бы театрального копчега, фестиваль бы не состоялся. Но все-таки, наверное, и можно назвать несколько благотворителей, благодаря которым все это произошло. Если мы расцениваем по степени вклада, во-первых, это администрация города Сергеев-Посад, которая в смету прошлого года, на этот год, внесла финансирование частичное расходов по организации фестиваля. Это, так скажем, самый главный меценат. Русско-американская торговая компания и группа компаний «Дракар» Пачков Олег Петрович. Это как бы три главных. И депутат Московской областной думы Александр Владимирович Двойных тоже как бы они немножко перечислили. Ну, как-то так.